здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео мы с вами разберем очень интересный вопрос а именно когда же жили дольше люди в прошлом или в настоящем почему это важно потому что перед нами современный мир представляет множество иллюзий и одна из этих иллюзий заключается в том что сейчас у нас самые высокие достижения так называемой цивилизации но если это так то они в первую очередь должны отражаться на продолжительности жизни человека если эти достижения действительно высокие ведь они служат самому человеку и значит в современном мире мы должны жить не просто прекрасно но еще и очень долго так как эти достижения нам позволяет эту жизнь продлить и мы с вами изучим действительно ли это так потому что всем известно что современный срок жизни человека ну пускай в среднем 70 лет есть некоторые индивидуумы которые ну доживают до 100 не более единицы доживают больше то есть если это так то в прошлом люди жили как нам говорят 30-40 лет и уже в 40 лет это пенсионер который уходил на тот свет ничего не добившись вот я и хочу вам показать как же лучше жили мы в прошлом или живем сейчас хотел бы обратить ваше внимание на компанию синтезит ее продукцию биоактивное железо которое по всем проведенным исследованиям помогает увеличить количество столовых клеток до двух раз активирует ген молодости подавляет определенные раковые клетки тут то есть происходит омоложение биохимической организма хотел бы познакомить с новыми исследованиями вот то мы видим слева эритроциты слипшиеся они фактически не выполняют свою функцию то есть не переносят кислород питательные вещества они выводят различные шлаки из нашего организма а через час справа после приема синтезита все эритроциты произне разлиплись то есть они начинают выполнять свою функцию снабжать наш организм питательными веществами очищать его от того что нам мешает от болезни системы кровообращения умирает в среднем 70 процентов населения но для тех кто хочет убедиться послушать отзывы людей которые реально принимали синтезит что им помогло восстановить устранить увеличить выносливость то есть огромное количество факторов вы можете ознакомиться перейдя по ссылкам в описании под видео и приобрести этот инновационный продукт старейший житель нашей планеты который известен на сегодня официально является гражданин китая ли цунг ссылки на все материалы как всегда в описании считается что он родился примерно в 1680 году и умер в 1933 году то есть возрасте примерно 253 по одним данным 256 лет то есть о чем это нам говорит нам говорит о том что еще недавнем прошлом люди могли жить больше двухсот лет то есть по идее люди в прошлом жили лучше чем мы сегодня потому что мы просто получается дряхлые развалины из тех кто здесь присутствует и слушает этот ролик вряд ли кто-то дожил до 120 лет средняя продолжительной жизни сейчас но пускай 60 70 лет а перед нами примеры когда люди живут очень долго по сравнению с нами то есть проживают четыре жизни причем в недавнем обозримом прошлом поэтому ну давайте продолжим может это единственный вариант вот что пишет например жак маржерет который в 1600 в 1600 году посетил московию тогда как нам известно были тяжелые годы голод различная разруха отсутствие медицинского обслуживания вот что он пишет среди московитов много людей пожилых 80 100 или 120 летних и только в этом возрасте они подвержены болезням они не знают что такое врач разве только император и некоторые главные вельможи ну вообще-то странно что он в 1600 году говорит про императора потому что как известно через сто лет петр первый только был императором но не суть важна суть важна в том что простой человек который приезжает из европы рассказывает о том что в москове люди живут сто сто двадцать лет и при этом только в этом возрасте они вообще узнают что такое болезни то есть качество жизни совершенно другое люди живут долго и нет того повальной смертности в 30-40 лет потому что что-то доступно больше чем нам сегодня например народная культура гармония с природой то есть есть то что обеспечивает длительной продолжительную жизнь причем достойного уровня понятно что люди проживали столь долгую жизнь не просто там в кресле качалки какой-то активно вели свою жизнь и только 100 120 лет впервые узнавали о болезнях что для нас современных это просто фантастика когда современный человек о болезнях узнает фактически от начала своего рождения ну давайте продолжим потому что например те данные которые до нас дошли тоже по славянским данным что вот этот круг 144 лет а почему круг 144 лет а потому что по славянским данным круг 144 лет а считался минимальным сроком жизни и если человек живет меньше 144 лет значит это насильственная смерть насильственная смерть от системы которая лишает нас жизненной силы жизненной энергии мы являются аккумуляторами для кого-то и отдаем всю свою жизненную силу жизненную энергию кому-то взамен получаем быстрое дряхление и смерть это то что я вам говорил о народной культуре о том о природных способах питания организма о правильном сне и о многих других вещах которые мы будем дальше рассматривать других роликах где покажет нам почему же так резко сократилась продолжительность жизни даже несмотря на те катастрофы которые мы пережили за эти 400 лет также есть сведения о том что например золотом петраж венгрии прожил сто восемьдесят шесть лет его соответственно никто же петр за ртай прожил сто восемьдесят пять лет это шестнадцатый семнадцатый восемнадцатый века то есть люди живут долго нет повальной смертности в 30-40 лет просто потому что очень тяжелая жизнь то есть есть то что людям позволяет жизнь долго и и процент выходить на заслуженный отдых скажем так а или даже отправляться на тот свет далеко за сто пятьдесят лет вот сто восемьдесят пять лет прожил основатель аббатства в глазго он также сто восемьдесят лет прожили вождь племени мухаммад авзия пакистан который утверждал что его отец умер в возрасте двухсот лет то есть сто восемьдесят лет прожила сетинка тензе абзивы и столько же ее житель грозненской области азгири хазитиев но сто восемьдесят лет было мистеру ярату подданное и величество королевой английской и 177 лет прожила его верная жена мэрфи я рад тоже 170 лет прожил аббанец худее за это время его потомство достигла 200 человек почему это вам показывать для того чтобы мы видели что перед нами скрывает не только реальные факты о нашем прошлом но и реальные факты как это прошлое влияло на то что люди могли стоил долгую вести активную жизнь потому что ну никто за ними не ухаживал с ложечки не кормила это люди ввели в основном активную жизнь и заболевали фактически умирали иначе не было никакой системы социальной от социальной поддержки в прошлом которая позволяла бы человека фактически на кресле каталки десятилетиями катать кормить производить медицинское обслуживание а человек жил активно жил и у когда уже терял силы примерно 180 лет что для нас сейчас является фантастикой он тогда и умирал вот еще одни факты из газеты вот официальные например опять же вот пётр зарки которым 185 лет было которую я сыну 97 когда он умер жан женкинс умер в когда ему было 169 лет семнадцатом веке томас парт крестьянин в английском в англии умер когда ему было 152 года 9 месяцев а во второй брак он вступил в когда ему было 120 лет и потом еще жил 32 года то есть вот еще один товарищ который минсгальт томас ему было 155 лет когда он умер жан есинген 144 лет а дело в том что и церковных книгах у нас множество людей которые жили больше двухсот лет просто этим никто не занимается родовые книги церковные книги ведь в них раньше записывалась не только дата рождения человека но и дата потом его смерти и те кто имеет доступ к родовым книгам к церковным книгам записях о рождении там может найти множество потрясающих данных это я обращаюсь и к архивным работникам и вообще тем кто имеет доступ к подобной мере информации вот еще один памятник тоже жителю кавказа который родился в 1746 году а умер в 1913 вы представьте хотя бы уберите из своей головы тот механизм который вам запрещает жить жить долго и счастливы потому что вам все время показывает тех кто рано умер рано одряхлел и ушел на тот свет но жить можно столько сколько нам нужно все эти процессы ограничения не у нас голове а это показывает для того что те кто не ставил себе этих ограничений не навязывал в том числе и образов из современного мира они могут быть жить долго и счастливы вот еще один пример и гумия агафия внучка великого русского полководца суворова она умерла в 1956 году но родилась она в 1810 году ей было 146 лет на момент ее смерти то есть человек который родился в начале 19 века умер в середине 20 вот это я понимаю жизненный опыт вот это я понимаю тот опыт который можно и нужно было передавать вот эти опытные старцы которые делали и передавали были носителями культуры носителями традиции которые позволяли обеспечили долгую продолжительную жизнь так это мы с вами видим просто людей как говорится единицы если собрать эти факты воедино мы увидим что это тысячи и тысячи людей которые жили по нашим меркам не просто долго а просто сверх долго причем активно жили я же повторяю они были просто какими-то овощами в какой-то каталки при полном больничном обеспечении то есть этих фактов множество если у вас есть к подобные файл факты кидайте все ссылки на материалы в описании под это видео будем собирать информации больше на фотографии из кладбищ на другие справочные информации для того чтобы составить общую картину и человек снял перед собой ограничение на то же самое на срок жизни вот еще одно доказательство тому что прошлом люди жили намного дольше фотография участника бородинского сражения которого сфотографировали когда праздновалось столетие после его проведения этого сражения на тот момент ему было сто семнадцать лет как пишется в описании но в сам факт что люди жили долго и могли передавать информацию о том что случилось и сто лет тому назад вот еще одна фотография празднования в 1912 году когда праздновали столетие бородинской битвы собрали различных старцев и которые либо были свидетелями этой битвы либо были свидетелями наполеоновского нашествия ну как мы видим их здесь как минимум собрано пять старичков и одна бабушка это к тому что это не просто единичные случаи а случаи множественные причем собирали тех кого и было известно и эти люди передавали информацию о том что же произошло сто лет назад только вдумайтесь сто лет назад хотя мы уже видим что на двадцатый век еду падает уже уровень жизни уже падает до количество сто двадцатилетних людей все таки сокращается то есть постепенно идет снижение продолжительности жизни и вполне вероятно что те легенды которые до нас доходили что например в том же при во времена царствования петра первого у людей уничтожали тех кому было больше трехсот лет для того чтобы они не передавали это культурное наследие могут оказаться не просто легендами а действительно описание событий того времени вот там еще один факт опять же про того кто прожил что 68 лет звали ваша роли который как я и говорил до глубокой старости был психически здоровым доброжелательным работоспособным то есть это не была какая-то развалина которая развалилась 80 лет и который там 80 лет потом на каталке как и все катали и обеспечили полностью медицинское обслуживание нет это был человек который практически до последних лет жил активно работал общался да там конечно родовые устои это тоже очень главное для того чтобы доживать до таких лет и быть психически и физически здоровым то есть это целый комплекс мероприятий которые в народе называется народная культура и именно эта народная культура позволила этому человеку прожить сто двадцать три года который видел и девятнадцатый век и двадцатый и я это к тому что он показывает для того чтобы вы понимали что все ограничения они только у нас в голове в прошлом у нас множество есть информации и тех возможностей которые позволяли людям жить долго и счастливо иметь богатое потомство и это потомство их тоже поддерживала то есть позволяло жить дольше и все это вместе называется народная культура обеспечит очень 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 продолжительные сроки жизни но если вы считаете что это все фантастика я вам напомню про ту же самую библию вот обратите внимание на тех же библейских персонажей на того же но я который прожил девятьсот пятьдесят лет согласно библии этому никто не удивляется адам жил девятьсот тридцать сиф девятьсот девятнадцать енос девятьсот пять но что самое интересное резкое падение продолжительности жизни наблюдается после ноя когда потом продолжительность жизни резко резко уменьшается здесь все даты показаны от адама но это примерно больше семи тысяч лет поэтому не удивляйтесь да там посмотрите только на возраст тех кто умер к крайняя колонка то есть 930 900 потом произошел потом после этого люди стали жить 600 400 200 170 180 110 то есть постоянно идет уменьшение продолжительности жизни до того как говорится в библии что из-за возрастания греховности продолжительность жизни человека сокращалась и наконец согласно мою сию была установлена в три срока и 10 три раза по 20 и 10 лет то есть 70 лет то есть тот средний возраст скажем так дожитие которое сейчас многие даже и не доживают он установлен согласно моисеевые традиции и составляет не больше 70 лет а если мы вернем все таки гармонию природы если вернем человека как гармоничную часть этой природы в это гармонию то о чем это может говорить о том что мы можем вернуть очень продолжительные сроки жизни людей вот и все что до были потопы до были катастрофы это все может звучит фантастически но человек может жить только сколько хочет то же самое мы видим например в книге дымчатый бог я обращаю на нее внимание очень часто именно по той простой причине что там содержится конкретные данные о действительно фактах и один из фактов например когда он попадает во внутренний мир который мы определили как рай или цивилизацию пола земли он пишет о том что великаны там живут от 600 до 800 лет и в некоторых случаях даже намного старше то есть вроде бы фантастика но факты соответствуют действительности не противоречат даже той же самой библии и говорят о том что действительно происходили события которые сокращали продолжительность жизни и на нашей земле и под землей но и в наших силах это все изменить то есть вернуть гармонию природы и человека века а то что это даже и сказки на так называемые они просто соответствует действительности говорит расшифровка например тех же самых шумерских надписей вот например в расшифровках о халгейских царях и опять же потопе в изложении абидена говорится что первым царем в стране в этой стране был аллор им ну имеется ввиду шумер который говорил что сам бог пожелал сделать его пастухом народа он правил десять царосов а продолжительность цароса 3600 лет то есть для того чтобы править потом 10 царосов то есть 36 тысяч лет ну нужно все таки бы иметь железное здоровье и гармонии с природой и потом идут рассказ про царей которые правили 13 царосов а впоследствии различные цари правили общее время правления всех царей которые там описаны 120 царосов то есть по-современному это больше чем четыреста тридцать две тысячи лет описание истории правления только в одном междуречье то есть это на современном ближнем востоке о чем это говорит о том говорит что мы практически ничего не знаем или нам не позволяют ничего знать о нашем прошлом чтобы мы соответствовали данных которые записаны в программе моисея то есть не более 70 лет и хватит ну а мы можем сделать так чтобы по крайней мере наши потомки жили уже больше вернулись и гармонии с природой и то что в некоторых преданиях говорится как сказка стала явью то есть люди могли бы жить столько сколько они захотели причем жить активно просто не нарушая гармонию природы и человека если вам эти цифры кажутся фантастическими то они превышают 10 и даже раз сто раз возраста дама и других библейских персонажей но они совпадают со временем жить 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 жизни жизни одитеев дайтеев донаванов и других допотопных обитателей земли в индийских преданиях но индийские предания фактически веды в соответствии с ведической системы продолжительность жизни уменьшилась от ста тысяч лет сатья югу до десяти тысяч лет в трета югу и тысячи лет в два пара югу и наконец примерно 100 лет в калий югу но как раз лично я считаю что калий юга как раз закончилась в декабре 12 года по католическому календарю произошел именно этот переход и человек теперь имеет снова возможности жить долго и счастливо а те факты которые изложены в этом ролике которые вы также можете добавить в комментариях под видео факты на подобных людей которые жили хоть недавно хоть в давнем прошлом и можете убедиться еще раз вам эта картинка показывает как же как выглядели египтяне которые жили долго потом шумерийцы потом майянцы потом жители полуострова индостан как и опять же месопотамия указано как они жили что у них была единая традиция о чем доказывает и символика лизм и носители этой традиции и то что среди всех их а были огромное описание гигантов а люди которые живут долго они могут достигать и гигантского роста в том числе и раньше это было и на поверхности земли все ссылки на материалы в описании но выводы простые глобальные катастрофы и деятельность разрушительных сил на земле привела к резкому уменьшению продолжительности жизни и падение уровня здоровья но возврат гармонии природы и человечества в состояние гармоничное позволит снова увеличить качество и продолжительность жизни поэтому время уже пришло наше счастье в наших руках давайте использовать всю информацию для того чтобы снимать барьеры запускать новые программы которые позволят не просто вернуть гармонию человека и природы ну и один из элементов этой гармонии просто без конечную продолжительность жизни то ли что бы люди жили столько сколько им хочется но для тех кто будет переживать о том что земля не резиновая а космос безграничен вот он и примет тех кто хочет развиваться дальше также напоминаю что у меня существует мой сайт где я размещаю не просто информацию те же мои статьи в том числе и запрещенные на ю тубе но я открыл там и магазин магазин этот открыт для тех кто хочет и может содействовать мне в моей же деятельности для того чтобы я свою деятельность продолжал но те кто не может мне содействовать и опять же их хочет это сделать сам или купить другом месте пожалуйста но только перейдите магазин и посмотрите что должно быть у каждого человека то есть у каждого человека должна быть не просто информация например о жизни тоже славянский гороскоп потому что там указано ваше предназначение на всю вашу жизнь если вы его не знаете вы живете широко закрытыми глазами но и то же самое что опять же тот же иван-чай это универсальная система снабжения организма витаминов то есть царь всех растений иван-чай тот же его п-метр без которого нельзя понимать какую жидкость ты потребляешь какую еду ты потребляешь опять же этот магазин открыт и для тех кто кто кому нужна помощь кому нужна поддержка то есть в том числе и техническая кто хочет получить уже проверенные приборы получить гарантию от продавца и все это будет готово просто к использованию не общаться с товарищами китайцами общаться с живыми людьми которые вам помогут всегда дадут гарантию если надо заменят хотя эти приборы так отработаны что поломок фактически не бывает и генератор живой воды опять же чтобы вы понимали там вам нужно следить только за тем чтобы была обычная работа то есть была платиновая пластина которая работает от электричества и все опять же тот же а та же амарантовая мука это цветок бессмертия где вы возьмете не принципиально он должен быть у вас потому что там все основные аминокислоты почему амарант это цветок бессмертия он называется не просто так то есть вы его можете сами вырастить найти в своей области пойти тот же иван-чай собрать сами себе но это должно быть у вас потому что без этого нормальная жизнь функционирование человека невозможно то есть иван-чай это витамины амаранта это аминокислоты тоже активное железо это ваши кровяные тельца ваши опять же стволовые клетки которые помогут восстановить ваш организм то есть все что собрано у меня в магазине как раз нужно каждому человеку где вы это возьмете не принципиально ну принципиально о том чтобы вы знали понимали как это работает как это контролировать ну и приходите те кто хотят и могут содействовать мне в моей же деятельности для того чтобы я ее продолжал для того чтобы сохранялась гармония во вселенной то есть вы получаете полезную информацию от меня но я получаю тоже полезны от вас